У меня друг один есть, я ему говорю, Олег, если ты будешь все время в жизни искать правду, ты будешь в непрестанном отчаянии, потому что правда только там будет. Ну а здесь присутствует неправда, какие-то несовершенства. Нам надо это понять, это как факт. Вот сколько люди на земле живут, столько. Однако однажды я беседовал с одним человеком, он говорит, ну вы согласитесь, вы же можете признать, что в вашей церкви не все в порядке, что у вас есть вещи какие-то отрицательные, есть даже неприличные, есть из ряда вон, даже внутри церкви. Я говорю, конечно, я знаю даже больше, чем вы знаете, потому что я там, внутри. Но унывать не надо, и как-то сильно грузиться этим тоже не надо. Я вот вспоминаю отца Иеремия, игумена русского монастыря на Афоне Пантелеймонова, когда он еще был жив. Монахи молодые как-то спросили, отче, а скажи, а правда на Афон скоро сделают дорогу и пустят женщин на Афон? А он так просто им говорит, ну так ведь если Матерь Божия попустит, то и пустит, а не попустит, то и не пустит. Вы, сыночки, сейчас что должны были делать? А у нас вон там послушать? Ну идите, идите. А вот эти вопросы Матерь Божия без вас решит. У нее хватит ума, мудрости. Ну как бы это не ваши компетенции. Зачем мы маемся мыслями о том, ну что мы не можем изменить? Ну это не в нашей власти. Зачем мы отдаем часть души туда, часть своей энергии? Пусть наша энергия направляется в доброе русло. Помните, я рассказывал очень хороший пример старца Порфирия и Кавсакалевита, когда один молодой человек был, он весь был занят темой конца света, антихриста и все, что с этим связано. Приехали паломники в келью к старцу Порфирию. Кому-то интересно о Христе, а этому все интересно об антихристе. А что, а как будет, как? А старец Порфирий сидел на маленькой скамейке для Иисусовой молитвы. И старец Порфирий ему говорит, ну присаживайся рядом, я тебе расскажу. Он справа подошел, слева говорит, отче, а тут места нет. Он говорит, вот так, вот здесь у тебя не должно быть места для антихриста. Не спасет ни домик в деревне, ни погреб с тушенкой там, ничего не спасет. Вот здесь антихриста не должно быть. Здесь должен быть Христос. И тогда он будет побеждать, не ты. Когда-то мы молодыми священниками спрашивали духовника, а когда придет антихрист, а придет ли он, как все это будет? А нам духовник сказал, да пусть приходит, если он не придет, как Христос его победит. Ведь суть этого события, он придет, чтобы сразиться со Христом, да? И Христос его победит уже на веки вечные, туда в ад запрет. Пусть здесь все время будет Христос, он будет побеждать, не вы. Благодать Божия изгоняет из человека беса. Он ходит где-то, этот бес бродит, места себе он не находит. Приходит и видит место незанятым. И тогда он берет с собой еще семь злейших. И поселяются они уже восемь раз больше. Вот это место постоянно должно быть занятым. Бес пришел, тук-тук-тук. Ему говорят, занято. Извините, ушел. Круг делает опять, тук-тук-тук, можно войти? Занято. Вот здесь должно быть занято Христом все время. Все время Иисусе, 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 Иисусе. Другого варианта нет. Если не занято, он даже спрашивать не будет, он войдет. Знаете, часто бывает, проблема усугубляется нашими помыслами. Мы усугубляем ее, надумываем, как снежный ком, накатываем на нее шире-шире. Если бы мы перестали размышлять и занялись бы делом, наши проблемы бы сократились. Но мы вот думаем, думаем о чем-то духовном. Остановимся все бездуховнее, бездуховнее. От этого нам тоскливо, пустое. Лучше бы реально что-то сделали, чем размышлять все время. Даже о высоком. Святые отцы разговоры даже о духовном, чрезмерно называли пустословием. Потому что им хотелось сказать, ты уже давай что-то делай из того, что ты говоришь. Перестаньте слушать ваши помыслы, которые навевают вам печаль и безысходности. Маленькое дело – это уже дело. Мне позвонила монахиня с Черногории. Она говорит, отец Сергея, мне ваш телефон на Афоне дали, мне нужна помощь. Что-то мое православие стало какое-то трудное, тяжелое, безрадостное, бессмысленное. И монашество тоже. И мне так приятно стало, что когда после двух месяцев нашего общения, она потом позвонила и сказала, отец Сергей, я перестала думать и стала жить. И мне стало хорошо.